во время суток друзья здравствуйте сегодня мы с вами будем говорить о тоже немаловажном масле которое называется очень оригинальным и не подумаешь что это вот именно изготовлено вот из этого тростника растения называется масло пальма розы друзья пальма розовое масло оно и вот видите растение вот такое вот это растение злаковое вот такие вот там злаковое растение оно и представляет себе смесь значит знаковых она похожа на имбирную траву на имбирную траву это растение значит и из него изготавливает вот именно пальма розовое масло почему его назвали пальма розовое масло но естественно она растет там турции вот в этих вот странных южных странах широко применяется в восточной медицине у нее там так что она обладает уникальными свойствами сейчас по очереди я вам его буду рассказывать как обычно все масла я об этом рассказываю и значит обладает вот такими вот мощными антибактериальными действиями защищает нас от малярии это трава ароматная вот наверное поэтому его и назвали пальма розы то есть она аромат на время имеет и пальмы и розы используется значит восточной медицине как я уже говорила пальма розы значит в Индии она похожа на индийскую герань в Турции на пеларгонию ну в общем вот таким вот образом почему я называю значит это уникальное миг противомикробное действие обладает еще с давних времен люди им пользовались так что вот оно широко применяется у нас и в медицине и косметологии и всевозможных добавках в кулинарии например делают вот эти в Турции вот эти курящие там но когда курят кальян добавляют вот этот порошок или там как он называется смесь вот это добавляет вот это маслом пальма розовые роз розы пальма розы маслом так что вот такие вот друзья табачной смеси значит применяется очень хорошо это пальмовые розы применяется тоже в турецких банях те кто посещал эти баневые в курсе дальше антибактериальные свойства масла определяют очень длительный срок этого хранения масла то есть масло может долго храниться так что приобрести его можно оно хранится ровно пять лет абсолютно не меняет свои свойства не утрачивает их только немного может быть запаху может летучиться так вы постоянно будете открывать естественно так что вот такие вот друзья дорого но естественно я уже много раз говорила что они дорогие все эти масла потому что добываются они вот очень тщательно нужно же все это составить компонент и так далее при помощи там пара как-то обрабатывается так но это не будем внедрять что эфирные масла из сухой травы вот этой можно тоже изготовить засушить и это изготовили изготовление как любого масла можно из любого растения лекарственного тоже изготовить масла дальше эти масла злаковой травы почти значит и ты как его раз его его еще называют значит это масло из злаковой травы то есть его же сочетать как и с розовым маслом почему его назвали пальмороза то есть он хорошо читает сочетается как с розовым маслом масло герани гриф фруктов лимонным маслом поэтому вот когда вы будете составлять состав того или иного масла таким образом это будет конструктироваться прежде чем составить масло но не все массы между собой компонуются так что это масса очень хорошо снимает стресс напряжение такое нервное усталость очень хорошо снимает беспокойство так что такие вот у кого такие заболевания стресса бывает часто и приобретите и будет вам счастье что называется то есть она обладает и таким действием афродизиатским усилить усиливает вот эти вот эмоции лечебные действия начать лечебные действия лечебные действия я говорила что но бактерицидные так что его можно и применять внутрь но естественно это вы должны консультироваться с доктором но хорошо стимулирует пищеварение повышает аппетит помогает быстро восстанавливаться после заболеваний так так что в косметологии хорошо применяет на широко применяется пальмовое масло пальма розового масло выражен антибактериальный гриб противогрибков и эффект трудящих вот скорее скорее заживление ран так что в косметологии у кого жирной кожи там экземы всевозможные так что такие вот друзья но прежде чем применять все это нужно конструктировать здесь должна быть соответствующая дозировка 1-2 капли там или так далее вот еще его называют это масло пальма розы в индии его называют индийской индийским маслом герани так что его нужно с осторожностью применять естественно беременным к аллергической реакции какие-нибудь еще противопоказания у кого то есть так что очень хорошо оно широко применяется в ароматерапии значит для жидкого мыла для гелий для душа то есть вот я все время говорю вы его приобретите и для себя одну-две капельки добавляйте в шампунь мыло жидкое вот эти гели пожалуйста ароматизация помещений естественно дозировка должна быть минимальная 1-2 капли даже полторы там достаточно даже одной капли вот для ароматических ванн можно чуть естественно больше там больше воды 5-6 капель для арома ванн арома ламп 5 капель смотря опять какая арома мало лампа какого размера называется и из первых когда вы делаете процедуры то первые процедуры должны быть и по количеству времени мало и капель мало и так далее потом увеличивается в количество всего так что вот такие вот друзья также и в итоге очень хорошо широко применяется пальма розовое масло для животных когда изготавливать сами мыло варите тоже можно это масло добавить вообще вот я сейчас коснулась а изготовление своего мыла сейчас сейчас очень широко применяется изготовление своих мыл своего мыла и вы сами можете добавлять эти масла это пальмово розовое или какое-то либо другое какой вам больше нравится в эти жидкие мыло но и в рецептах они со вставе рецептов они прописываются то есть ваше любимое арома масло вы можете добавить свои жидко когда изготавливать свое мыло жидкое и не только жидко и такое люди изготавливают так что вот такие вот друзья приобретайте эти масла и а будьте здоровы здоровья вам еще раз здоровья пока пока до новых встреч до новых встреч